Всем привет! Меня зовут Наташа, и сегодня очередная часть разбора моей косметики, и поговорим про пудры и про румяна. Поехали! Конечно же, напоминаю, что все предыдущие части разбора косметики про тональные средства, про консилера, про хайлайтеры, скульпторы. Ссылки на эти части будут внизу в описании видео. Ну и, конечно же, если вы их не смотрели, то обязательно проходите, смотрите, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, буду рада любой вашей активности. И начну я с компактных пудр. И первая и самая старая в моем косметическом гардеробе, это вот такая вот пудра от Clinique. И это, мне кажется, пудра, которая уже не продается, называется она Almost Powder. И это прессованная пудра, которая у меня закончилась. Как вы можете видеть, здесь просто пустое дно. Ничего здесь нету. Этой пудре очень много лет. И я ее использовала в основном, когда носила в сумочке, то есть где-то там припудрится вне дома. Как самостоятельное тональное средство я ее не использовала. Она отлично матирует кожу. Она делает очень такое тонкое, легкое покрытие. Практически не дает никакого оттенка. Если кожа у вас очень хорошая, и вы просто хотите, ну прям вот совсем чуть-чуть выровнять тон, то, возможно, эта пудра вам понравится. Но в целом я бы не сказала, что она лучшая именно для скрытия каких-то недостатков. Как именно такой вариант? Походный, сумочный для матирования. Отличная штука. Плюс здесь в комплекте шла кисточка, которую я, конечно же, потеряла. Которая, кстати, была вполне себе сносная. Я ей вот сколько пудрой пользовалась, столько этой кисточкой тоже пользовалась. Пудра была отличная. Я ее добила вот буквально недавно, поэтому вам ее все-таки показываю. И на мой взгляд, все в этой пудре замечательно, кроме того, что у нее вот такая вот специфическая упаковка, которая раньше была у многих продуктов бренда Clinique. Она мне совсем не нравилась. И, конечно, она в плане эстетики, наверное, не самая лучшая, хотя продукт не бюджетный. Еще одна пудра, которая уже очень много лет на рынке, называется она Pupa Luminis. И это оттенок 0,5. У меня самый такой универсальный, по крайней мере, все консультанты об этом говорят. И это вообще другая категория пудр, то есть это не полупрозрачное покрытие. Это именно покрытие, которое частично может заменить вам тональную основу. Это запеченная текстура, которая при этом не сухая, то есть она не слишком тяжело набирается. Она прекрасно набирается на вот такую вот большую мягкую пушистую кисточку и тоже хорошо наносится. Также в комплекте к этой пудре шел спонж, которым тоже можно наносить эту пудру. Ну а, естественно, спонжем вы получите более плотное покрытие. Оно не всем нужно. За что я люблю эту пудру? Во-первых, я ее покупала два раза. Вот один был тогда, когда я еще, наверное, в институте была. И тогда эта пудра мне очень нравилась именно вот как тональная основа, когда мне хочется накраситься, но при этом я не хочу чего-то такое жирное, жидкое наносить на лицо. А сейчас мне нравится эта пудра тогда, когда я наношу, например, легкий какой-то тон и в каких-то участках, в основном в Т-зоне, я хочу этот тон загрепить, плюс чуть-чуть уплотнить. Также эту пудру я сейчас тоже могу использовать самостоятельно, без дополнительного тонального средства под ней. Отличная пудра. Вот сколько лет прошло, и она мне все так же нравится. Она очень хорошо выглядит на коже, она не сушит кожу, по крайней мере мою. Она хорошо тушуется, хорошо наносится. Она не ощущается в течение дня какой-то такой плотной маской некомфортной. Единственное, что у нее вот эта вот верхняя серебристая часть достаточно быстро начинает царапаться и выглядит не очень хорошо. Но я готова ей простить, честно говоря, за то, что она мне дает. Единственный нюанс, про который стоит упомянуть, когда про эту пудру рассказываешь, это то, что в зоне вокруг глаз она лежит, честно говоря, не очень хорошо. Она может подчеркивать морщинки, поэтому да, я бы не стала ей закреплять консилер, например. Я ее, наверное, могу рекомендовать тем, кто именно ищет такую пудру с хорошим покрытием, которая может заменить тональное средство. Потому что она действительно для этого замечательно подходит. Еще одна прессованная пудра, которая у меня появилась в этом году, наверное, в январе, это Hourglass и это Diffuse Light оттенок. Знаменитый Hourglass пудры, который тоже запеченный. И вот есть, например, Pupa запеченная пудра, а есть Hourglass запеченная пудра. И кажется, что они обе запеченные и должны быть одинаковые, но на самом деле они вообще ничем, ни капельки не похожи. Потому что пудра Pupa дает плотное покрытие, и такое достаточно матовое. Hourglass это вуальная пудра, которую нужно набирать мягкой кистью, я так считаю, по крайней мере, и не ждать от нее никакого матирования. Пудра от Hourglass гораздо более плотно спрессованная. Я ее обычно набираю мягкой кисточкой, вот такой вот белочкой нежной, и наношу в зону вокруг глаз, когда фиксирую консилер. В этой пудре есть отдельные мелкие блесточки, и к этому нужно быть готовым. Если мне хочется, чтобы моя кожа сияла, если я не хочу ее матировать, но я хочу чуть-чуть зафиксировать то, то я тоже эту пудру использую. Это прекрасная, красивая упаковка, конечно же, огромная и тяжелая, на самом деле она, ну такая же, как и Pupa. Ну, в общем, она выглядит очень тяжело, очень, конечно, все лакшери, но я не скажу, что это идеальная пудра на каждый день. То есть это пудра для тех, кто хочет сиять. Это не матовое покрытие, но очень тонкое и очень аккуратное именно для зоны вокруг глаз, или для каких-то зон, где есть, вот, например, для носогубок. Если у вас есть носогубные складки, и вы хотите их, на них тональное средство закрепить, у меня здесь просто кот бегает и играет, с чем-то играет, короче, в общем, я отвлеклась, простите. В общем, если вы хотите закреплять тональное средство, при этом не монтировать кожу, а делать ее такой холеной и блестящей, то это ваш вариантик. Но если у вас жирная кожа, или она комбинированная, и вы хотите ее замонтировать, то это не то, что вам нужно. И переходим к рассыпчатым пудрам. Здесь у меня четыре варианта. Первый из них это Evelyn. Их знаменитая Full HD Soft Focus пудра, рассыпчатая, опять-таки, это не самый классный вариант, на мой взгляд. Если вы ждете от нее супер расфокуса на коже, то нет, я бы не сказала, что она его дает. Да, она матирует кожу, да, она фиксирует все ваши кремовые продукты на лице. Мне матирувания хватает часам 4 на 5, наверное, потом все равно приходится припудривать. То есть это не прям, не железобетонная матовость у вас будет. Я ее использую в основном для видео, и дальше так и буду использовать. Но повторять 100% не буду, потому что ничего в ней нет особенного. И, к сожалению, я на самом деле от всех HD пудр жду именно вот отсутствие пор на лице или максимального их сглаживания. Но нет, вот она этого не дает. И, ну не то чтобы на разочарование, просто я ее использую как обычную матирующую пудру. И в зону вокруг глаз я эту пудру не наношу. Мне не очень нравится, как она здесь выглядит, потому что она подчеркивает морщинки и так, и сушает их. Но я могу этой пудрой пройтись вот здесь вот по косточке, когда растушевываю тени. Для более гладкой тушевки эта пудра делает хорошее покрытие. Еще одна рассыпчатая пудра у меня вот в такой миниатюрке. Это бренд ELF. Названия, к сожалению, здесь нигде нет, но у бренда ELF только одна пудра, такая прозрачная. Поэтому вы без труда ее найдете. Кстати, все названия всех продуктов будут в описании, как всегда. Заходите, смотрите. Что мне не понравилось в этой пудре? Мне не понравилось то, что у нее очень крупный помол, относительно всех тех, которые у меня есть в коллекции. То есть она более крупная, чем вот эта пудра, например. Да, она хорошо матирует, но когда ее трогаешь пальцем, вот прям чувствуешь, как она под пальцем хрустит. И мне кажется, что это какое-то не очень хорошее свойство пудры. Она неприятно ощущается на лице. Она мне сушит кожу, к сожалению. По-моему, Оля Оси говорила, что она эту пудру использует в зоне вокруг глаз. Мне она в зоне вокруг глаз вообще не понравилась. Она мне иссушает кожу. Я не хочу сказать, что она прям плохая, но мне она вообще не подходит. И еще две рассыпчатые пудры у меня от бренда Tami Tanuka. Да, на самом деле я думала, что бренд Tami Tanuka делает только пигменты, но они еще делают и пудры. И я взяла две вот такие вот миниатюры. Они в маленьких-маленьких баночках. И здесь тоже нет названий. Я внизу опять-таки все напишу. Две пудры. Чем они отличаются? Тем, что одна из них матирующая, а другая из них такая вуальная и финишная, скажем так. На мой взгляд, они не очень сильно отличаются по эффекту именно на лице. Но та, которая матирующая, она тоже более хрусткая и очень похожа на вот эту от Elf. Поэтому она мне не очень нравится. А вот эта, которая вуальная, мне нравится гораздо больше, потому что она на самом деле не такая уж и сатиновая. Потому что обычно принято считать, что вуальные пудры, они не дают именно какого-то суперматирования, а просто так немножко кожу выглаживают и чуть-чуть ее, прям самую каплю матируют. Но это полноценная матирующая пудра. И она гораздо приятнее ощущается на коже, чем все предыдущие экземпляры. Я ей с удовольствием пользуюсь и в зоне вокруг глаз. Она тонко очень ложится, приятно. Так что да, наверное, из всех рассыпчатых пудр, которые у меня сейчас есть, та метанука, вот эта вуальная, мой фаворит. Единственное, что, конечно, здесь супер неудобная упаковка, потому что это обычная баночка без вот этого сифтнера, это называется, сифтер, сифтер. Ну вот эта крышечка с дырочками, короче. В общем, ее, конечно, ужасно неудобно оттуда извлекать. Поэтому я думаю, что я высыплю пудру от Эльф и положу сюда пудру от Тами Танука. И будет мне счастье. Поэтому из всех рассыпчатых пудр, которые есть в моей коллекции, я рекомендую вот эту от Тами Танука. Она отличная, она и матирует, и не сушит кожу, и не подчеркивает морщинки какие-то бюджетно. При этом, если покупать большую версию, то там гораздо более удобная упаковка. Я не знаю, стоит ли это говорить, но я расскажу. Пудру я наношу в основном двумя кисточками, или вот такой вот большой синтетической от бренда Эко Тулс. Это супер мягкая кисточка, очень удобная для нанесения пудры на все лицо или на Т-зону. Она мягкая, она хорошо пудру набирает, хорошо отдает, не создает какого-то очень плотного слоя. Приятная кисть во всех каких-то аспектах. И еще одна кисть, которую я в основном использую для зоны вокруг глаз, это вот такая вот белка. Это художественная белка номер 10. Самая мягкая кисть для лица, которую я только пробовала. Она немножко, иногда бывает, лезет у нее вот этот вот ворс, но это абсолютно не портит впечатление от нее. Мне нравится эта кисточка. Я вот, сколько я увлекаюсь косметикой, столько, у меня вот эта кисточка живет. Ничего с ней не происходит. Единственное, что у нее была такая огромная длинная ручка, наверное, в два раза длиннее. Но муж мне ее просто обпилил, зашлифовал здесь и получилась вот такая аккуратненькая, мягчайшая просто кисточка. Потрясающая в зоне вокруг глаз ей работать. Никому ее не отдам. Вам, кстати, вообще интересна тема кисточек? Просто у меня их достаточно много. Может быть, сделать отдельное видео какое-то про кисти, какая для чего, какая лучше, какие там, не знаю, must-have какие-то, может быть, мои. В общем, напишите в комментариях, если нужно видео про кисточки сделать. Я с удовольствием сделаю. Ну и переходим к румянам. И здесь тоже все очень скромно. Я на самом деле не фанат румян, потому что я из тех, кто ищет такой более-менее универсальный оттенок и использую его на всех макияжах. Самые мои старые и самые одновременно любимые румяна это кремовые румяна от бренда NYX в оттенке 02. Эти румяна уже не продаются, поэтому я вам просто их покажу. Скажу, что они прекрасные, отличные кремовые румяна. Легко наносятся, легко тушуются. И это максимально мой любимый цвет на щеках. Больше ничего не скажу, потому что купить их нельзя. А были румяна классные. Еще одни кремовые румяна, это уже румяна в стике от белорудского бренда Vitex. Называются они Chic Color. И это оттенок 42. Называется он Pink. На самом деле я бы не называла этот оттенок Pink, потому что по факту, наверное, он какой-то больше арбузный. И при растушевке на моей коже он становится очень-очень тепленьким таким. Поэтому я его не очень люблю. Плюс у него вот такая хлипкая упаковка. Это все какой-то Алиэкспресс. Причем, ну не знаю, в общем, коробка мне не нравится. Мне не нравятся упаковки белорусской косметики. Они все время какие-то вот такие. И что мне не очень нравится все-таки в этих румянах, это то, что они очень пигментированные. Я долго приспосабливалась к тому, чтобы доносить их в адекватном количестве, потому что все время кажется, что ты нанес вроде немного, и сейчас растушуешь. Но ты тушуешь, тушуешь, и цвета все не убавляется. Ты вроде уже все пространство, где должны быть румяна, заполнила ими. Но при этом пигмента еще очень много, поэтому их всегда приходится мне глушить тональным средством на спонжике. Вот. Но это вопрос, конечно, привычки. Не мой продукт, я от него избавлюсь. И еще одни кремовые румяна в моей коллекции. Это тоже бюджетный бренд Artvisage. Называются они Cream Blush, и у меня оттенок 0,4. И это очень красивый, очень такой пыльно-серовато-розовый цвет, который на коже при этом выглядит достаточно красиво в холодное время года. И если у вас очень светлая кожа, обязательно посмотрите. Потрясающе красивый оттенок. Ну и, естественно, они бюджетные, и это тоже, по-моему, супер здорово. Наношу я такие румяна не пальцем, потому что пальцем я как-то их равномерно не научилась наносить. Мне не нравится. В этом плане, например, NYX гораздо более пластичные, такие податливые под рукой. Я наношу вот эти румяна от Artvisage вот такой вот плотной кисточкой. Это Real Techniques. Называется она... Никак не называется, на ней написано Real Techniques 200. Ну, в общем, она продается в наборе, на нее ссылку тоже оставлю, если найду. Плотная кисточка, синтетика. Я ей просто в баночку вот так залезаю и наношу дальше уже на щеки. Эти румяна выглядят очень красиво. Единственное, что я предпочитаю их сначала наносить чуть больше, чем нужно, потому что они через какое-то время на мне блекнут и становятся менее заметными. Поэтому я именно с ними чуть-чуть перебарщиваю вначале. А вообще румяна хорошие, мне кажется, что это отличный вариант для тех, кто, ну, просто хочет попробовать такой формат или для тех, кому нравится какой-то оттенок из линейки, потому что их всего 4. Это вот такой самый-самый светлый и самый блеклый. Другие ярче оттенки. И остались у нас с вами сухие румяна. И здесь у меня есть мой несменный фаворит. Это Nars Orgasm. И я им пользуюсь уже много лет. И здесь уже такая есть даже ямка. Это сияющие румяна. Они розово-персиковые. И в них есть отчетливые вот эти сияющие частички золотистые. И несмотря на то, что у меня кожа комбинированная, несмотря на то, что у меня в зоне щек есть какие-то расширенные поры, какие-то недостатки, но я не могу сказать, что эти румяна как-то очень сильно что-то подчеркивают. Меня абсолютно устраивает то, как они выглядят на щечках. Мне нравится, как они освежают, как они и зимой смотрятся хорошо за счет того, что это такой морозный оттенок достаточно. Как хорошо они смотрятся летом, потому что в них есть вот это вот сияние какое-то приятное. В общем, да, это мой такой бессменный фаворит. Я их очень люблю, постоянно использую. К сожалению, упаковка здесь, конечно, со временем становится не такой уж симпатичной, как она была. Но что поделать, что есть, то есть. Классные румяна. Они однозначно остаются в моей коллекции. Я их буду добивать до самого конца. И еще одни румяна в сухой текстуре. Это белорусский Белор Дизайн. Оттенок номер 102. Velvet Blush. И это румяна, которые... Они не то чтобы матовые, они скорее сатиновые. В них нет никаких блесток. Поэтому, если вы не любите блестки, как вот здесь вот в Нарс Оргазм, то присмотритесь к Белор Дизайну. Это супер бюджетный румяна. Кстати, упаковка здесь не самая страшная. Она не разваливается, несмотря на то, что я их достаточно часто использую. Этот оттенок прям чуть-чуть, вот прям капельку теплее, чем Нарс Оргазм. И несмотря на это, я могу их использовать. И зимой, когда у меня кожа такая серая, зеленая. И летом, когда я чуть более нормального цвета. Мне очень нравятся эти румяна. Я их с удовольствием использую, несмотря на то, что это супер бюджетный продукт. Мне они очень нравятся. Я однозначно рекомендую и 102 тон. И там есть другие оттенки в линейке, которые очень приятные и такие натуральные, скажем. Вот, так что этот товарищ тоже со мной остается. И я вам его могу рекомендовать. С этой стороны Нарс, а с этой Белор Дизайн. С этой стороны Нарс, а с этой Белор Дизайн я специально нанесла чуть побольше, чтобы вы просто лучше видели оттенки именно. Конечно, видно, что с этой стороны есть больше блеска, но меня он вообще ни капли не смущает, честно говоря. И я не скажу, что он как-то сильно подчеркивает поры. Нет, я так не могу сказать. Ну и здесь цвет тоже очень красивый. Чуть-чуть он, правда, потеплее немножко. По поводу кисточки, которые я наношу сухие румяна, в основном это, ну, в 90% случаев, это вот такая вот Реал Техникс, беличий хвостик, заячий хвостик, раньше его называли. Пушистая, большая, мягкая кисточка. У меня достаточно крупное лицо, поэтому я люблю большие кисточки. При этом можно наносить и вот этой вот частью, которая заостренная, можно и боковинкой наносить. В общем, кисточка отличная, 100% ее рекомендую для румян, особенно если у вас действительно такой крупный личико или если вы просто любите так быстро по лицу работать. Мне кажется, что это хороший и достаточно бюджетный при этом вариант. Если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны и нажмите на колокольчик. И огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши рекомендации, за вашу обратную связь. Мне всегда очень приятно с вами пообщаться в комментариях, поэтому добро пожаловать, давайте общаться. Ну а с вами была Наташа и всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok